Война для Петра Вершигары Участник пяти рейдов по тылам врага – Западная Украина, Белоруссия, Польша, Венгрия, Германия. Самым масштабным стал Карпатский рейд. Там после ранения командира Вершигара возглавил 1-ю украинскую партизанскую дивизию. За 100 дней Карпатского рейда партизанами было упущено под откос 19 эшелонов. Уничтожено 10 нефтехранилищ. Взорвано более 40 железнодорожных и автомобильных мостов. Убито около 5000 солдат и офицеров противника. В августе 44-го в Вершигаре присвоили звание Героя Советского Союза. После войны генерал-майор пробует себя в роли писателя. В свет выходит документальная повесть «Люди с чистой совестью». Позже ее переведут на 30 языков мира. Любили люди его. Каждый год он приезжал. Фотографировал нас, рассказывал про войну, про партизана. Собирал соседок, бабушек и им рассказывал. Очень жаль, конечно, что сегодня из-за коронавируса мы не можем в полной мере отметить этот юбилей. Но пройти мимо этого события мы просто не могли. Мы знаем свое прошлое, мы помним свое прошлое, потому что нет будущего у той нации, которая не помнит свое прошлое. На родине Героя уже более 30 лет работает литературно-мемориальный музей. Кроме личных вещей, здесь хранят фото командиров и бойцов партизанской дивизии. Их сделал сам Вершигара во время войны. Его именем названы улицы в Белоруссии, на Украине, в городах и селах Приднестровья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok